Замглавы президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что они ищут замену министру внутренних дел Арсену Авакову. Для начала во фракции планируют найти заместителя министру. Об этом Кравчук рассказал в прямом эфире одного из телеканалов. По ее словам, заместитель сможет набраться опыта и впоследствии заменить Авакова. «Мы решили так. Предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что он сможет заменить министра, то вечных людей нет нигде», – свидетельствует предварительное увольнение, – подчеркнула Кравчук. Она добавила, что МВД – слишком сложное министерство, чтобы предложить туда человека без опыта. «Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову. И по полиции, и, очевидно, по другим моментам». Очевидно, и это правда, до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке. Как вел себя Аваков во время ситуации в Новых Санжарах? Во время всех этих панических настроений он сумел удержать ситуацию. Все же именно в санатории нацгвардии повезли людей, прилетевших из Китая, пояснила заместитель главы фракции «Слуга народа». Напомним, ранее сообщалось, что несколько народных депутатов во фракции отметили, что главу МВД оставляли на испытательный срок, и он покинет должность в конце 2019 года. При этом Зеленский сообщил фракции, что Аваков останется, так как является наиболее эффективным чиновником и качественно работает. Кроме того, в правительстве может появиться новая должность силового вице-премьера, и ее может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост важной главы МВД. Согласно Конституции, министр обороны, как и министра иностранных дел, назначает президент. Однако отправить их в отставку может только Верховная Рада. Аваков использует любимую всеми политиками двухходовку. Сначала создает проблему, а потом ее решает. В чем заключается уникальность Авакова? При низком рейтинге среди населения у него колоссальный силовой ресурс, так как МВД сегодня, по сути, суперминистерство, в составе которого спасатели, пограничники, 300 тысяч сотрудников полиции и 60 тысяч нацгвардии, которая в 2014-2015 годах получала лучшую технику, лучшее вооружение. С другой стороны, у него личный ресурс, неуправляемый элемент из бывших бойцов-добровольцев полка АЗОВ и других. И это искусство управлять улицей. Он успешно продает это мастерство, демонстрируя свою незаменимость. Во время президентских выборов он выезжал за рубеж, где демонстрировал себя как гарант демократических и справедливых выборов. Он даже там продавал свою незаменимость, и это ему удается до сих пор, прокомментировал ситуацию политолог Андрей Золотарев. Напомним, Аваков возглавляет ведомство с 2014 года и уже дважды при изменении премьера и Кабмина сохранял свою должность. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется на высокую эффективность нового правительства. Об этом он сказал в интервью в прямом эфире одного из телеканалов, которое было обнародовано вечером 8 марта. Говоря о недавней отставке правительства, Разумков выразил мнение, что в определенной степени соответствует действительности мнение о том, что экс-премьер Алексей Гончарук не сделал все то, чего ожидали, о чем говорили. Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины. За это проголосовало достаточно много народных депутатов. Понимая все те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, понимая эту проблематику, понимая тот темп реформ, или иногда недостаточно соответствующий темп реформ. Поэтому именно такое было принято решение, и именно благодаря этому мы получили сегодня уже новое правительство, и я очень надеюсь, что эффективность его будет больше, сказал председатель Верховной Рады. Если украинцы понимают необходимость изменений и реформ, то оппозиция нет. Как обычно, рупором оппозиции выступил Порубей, который отметил, «То, что произошло на этой неделе в Верховной Раде Украины, это не про экономику и даже не о внутренней политике. Это о геополитике и независимости нашей страны. Зеленые маски сорваны. Я под ними четко проявил оскал русского мира. Я это увидел и почувствовал в сессионном зале, когда в едином порыве сплелись ОПЗЖ и услуги народа. Этот слишком опасный для государства эксперимент надо завершать быстрее, потому что завтра может быть поздно. Зеленский должен уйти». Стоит отметить, что сам Порошенко покинул зал Верховной Рады после того, как нардепы отправили в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Заметим, увольнение генпрокурора ранее связывали с тем, что он якобы не захотел подписать подозрение лидеру европейской солидарности. Видео из Верховной Рады опубликовали в одном из телеграм-каналов. На нем видно, что во время голосования Порошенко первые несколько секунд наблюдал за парламентом, а затем встал со своего места. После этого политик направился к двери, но остановился. Когда спикер Рады Дмитрий Разумков начал объявлять результаты голосования за отставку Рябошапки. Так, увольнение генпрокурора поддержали 263 народных избранника. Порошенко дождался, когда Разумков озвучит результаты голосования европейской солидарности за отставку главы офиса генпрокурора, а потом полкинул в Верховную Раду. Украинцы отмечают, что Порошенко и Порубий просто переживают за то, что когда придет новый генпрокурор, им неизбежно грозит тюрьма. Поэтому люди всячески поддержали позицию Разумкова и Зеленского. Напомним, Андрей Порубий фигурант уголовного дела. Дело открыто по статье о воспрепятствовании осуществления избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя. Уголовное производство было открыто 20 августа прошлого года по решению суда. Ранее НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Порубием. Большинство украинцев, скорее всего, заметили, как последние пару дней вся страна гудит из-за слухов по восстановлению водоснабжения в аннексированный Крым. Однако уже сегодня появилась неожиданная информация, которая говорит сама за себя. Судьбу оккупированного русскими полуострова отдадут в руки всего народа. Что же это значит? Давайте разбираться вместе. Наш источник в Офисе Президента сообщает, что тему подачи в Крым воды вынесут на всеукраинский референдум. Главный месседж будет о том, что в Крыму живут наши украинцы. Украина должна показать им, что мы готовы идти на компромиссы ради них. Согласно закрытым социологическим измерениям, агрессивная и принципиальная позиция нашей власти по отношению к Крыму только вредит имиджу Украины в борьбе за умы жителей полуострова, сообщил инсайт телеграм-канал Легитимный. Отметим, что сейчас в стране есть множество противников такого решения, поэтому спрогнозировать, каким будет выбор украинского народа, сейчас очень трудно. Тем не менее, то, что работа в этом направлении будет развиваться, свидетельствует недавнее заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахами и новоизбранного премьера Шмыгаля. Кто, как не он, должен быть в курсе дел политических решений главы государства? Вспомним, как премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поставки воды в аннексированный Крым – это долг перед украинцами, живущими в оккупации. Он добавил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов. Прежде всего, следует отметить, что так уже распорядилась природа, что Крым не может существовать без Украины. Он является неотъемлемой ее частью. С материка нашего государства годами текла пресная вода на полуостров, предоставляя местным землям плодородие, а крымчанам вкусные продукты и возможность развивать хозяйство и туризм. Материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал, соединяющий главный русло Днепра с полуостровом. После того, как в 2014 году Крым аннексировала Россия, Украина прекратила поставлять пресную воду. Из-за оккупации полуостров усыхает. Запасы воды в Крыму заполняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду. Кризис начался летом 2018 года, ведь Крым накрыла сильная засуха. Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и бесплодные. В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое. Ее хватит на 90-100 дней. Руководитель бюджетного комитета Верховной Рады НРД «Подслуги народа» Юрий Арестов ранее заявил, что при формировании бюджета рассматривалась такая идея. Во избежание ареста Порошенко готовится к бегству из Украины. Первое подозрение не за горами. Отставка генпрокурора Руслана Рябошапки очень больно ударит по Петру Порошенко. И пока не назначен новый руководитель офиса генпрокурора, существует вероятность, что бывший президент Украины собирается уехать из страны, чтобы избежать ареста. По крайней мере, так считает телеграм-канал Клименко Тайм. Подаем их слова в оригинале. Как сообщает наш источник, в новых условиях после увольнения Руслана Рябошапки с поста генпрокурора команда Порошенко рассматривает как вполне реалистичный сценарий выезда экс-президента из Украины для избежания ареста. Здесь есть два базовых варианта легендирования в случае обострения ситуации с делами экс-президента. Первое – выезд на лечение. Второе – выезд из-за политических преследований. Приоритетного варианта сейчас нет. Принято решение выждать действия ГБР и прокуратуры. В частности, на выбор сценария повлияет то, по какому делу Порошенко таки получит свое первое подозрение. Детали по предполагаемой стране, в которой Порошенко может бросить якорь, источник достоверно назвать не может. Однако предполагает, что в обоих из вариантов наиболее логичный в данный момент выбор старая добрая Великобритания. Порошенко не хочет выезжать из страны и рассматривает этот вариант как крайний. Не потому, что уверен в стратегии своей защиты или что хочет бороться до конца. Он очень боится потерять свои активы. Активов – в широком понимании этого слова – от бизнес-активов до собственной же фракции в Верховной Раде. Отметим, что подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко, которое подготовило Государственное бюро расследований, не были подписаны экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой из-за того, что они фактически высосаны из пальца. Об этом в интервью изданию главком рассказал исполняющий обязанности генпрокурора Виктор Чумак. «Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали какое-либо подозрение, если оно не выверено до последней буквы. Подозрение – это же не один лист, а сто страниц, на которых описывается конструкция преступления, чтобы суд его принял. Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд его таковым признает, ты также отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности», – отметил Чумак. Напомним, 6 марта пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР. При этом политик собрал группу поддержки перед зданием бюро. Экс-президент прокомментировал отставку Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора. По его словам, голосование в Верховной Раде – пророссийский реванш. Как сообщалось ранее, 5 марта 2020 года депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке и его отставку. 6 марта исполняющим обязанности генпрокурора Украины официально стал Виктор Чумак, который до отставки Руслана Рябошапки был одним из его заместителей. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.